Украинские улитки на европейский рынок. Более 30 тонн моллюсков готовы поставлять в страны ЕС львовские фермеры Иван и Ирина Юскевичи. Разведением улиток они занимаются уже более 4 лет. В этом году решили их экспортировать. Подробности в сюжете наших львовских корреспондентов. В этом цеху проходит репродукция улиток. После спаривания моллюски откладывают икру. Для репродукции в некоторой мере нужно стимулировать этот процесс. Позитивно влияет морковь или тыква. Это для них как виагра. После репродукции икра попадает в специальные контейнеры. В инкубаторном помещении появляются молодые улитки. Их высаживают в полевые теплицы до полного созревания. Улитка вырастает за 7-8 месяцев. Считается это бизнес для ленивых. Улитка же медленное существо. На самом деле все совсем по-другому. Реально тяжело. Очень много проблем есть в процессе репродукции, где мы должны получить максимум качественной икры. Для этого нужны определенные условия, температурный режим и специальные конструкции. Раньше семейный бизнес был ориентирован на выращивание виноградной улитки. Теперь ферма специализируется на двух самых популярных видах в Европе. Максимус и Мюллер. Нас интересуют направления Западной Европы. Испания, Франция, Италия. В конце сезона планируем кооперацию с фермерами, чтобы объединить тоннаж и вместе ехать на некоторые направления. В Украине блюда из улиток также становятся популярнее. Классическое – моллюски, фаршированные французским соусом. Все чаще заказывают в ресторанах. Для приготовления сливочного соуса нам нужно белое вино, сыр, дарблю и сливки. Этот соус кладем в ракушку и вместе с улиткой запекаем. Сейчас улитка резко возросла в популярности. Посетителей у нас все больше. Блюда пользуются спросом. Семья Юскевич планирует не только экспортировать украинских улиток в Европу. Летом откроет туристический маршрут на свою ферму. Вадим Дмитриев, Юлия Биль, Львов, ЮЭТВ. Редактор субтитров А.Семкин